Нам этой даты не забыть. Памятный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, прошел 22 июня на центральной площади Фокина. Подробно смотрите далее. Памятный митинг возле Мемориала памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Советско-японской войны 1945 года, открылся под звуки Государственного гимна Российской Федерации. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил Российской Федерации, труженики тыла, представители администрации, учащиеся школ, военнослужащие, жители городского округа. Глава муниципалитета Александр Баранов выступил с небольшой речью, отметив, что победа досталась советскому народу большой ценой. Именно 22 июня это стало самой трагической точкой в череде предательств, измен наших союзников, когда говорили одно, а делали другое, когда отдали на растязание германскому фашизму всю Европу. И Советский Союз остался, можно сказать, один на один со всей вот этим полчищем фашистов, националистов, когда Гитлер объединил всех, кто был готов порвать Советский Союз и поделить его земли. И Советский Союз выстрел. И вот сейчас каждый должен понимать, что мы сейчас читаем историю заново. Мы должны оценить вклад нашей страны, именно нашего народа в освобождение Европы от нацизма, в восстановление демократических свобод именно в Европе. Это наша заслуга, заслуга нашего народа. Поэтому будьте верны памяти наших дедов и прадедов, которые отстояли независимость нашей Родины и независимость европейских стран. Память о воинах-освободителях почтили минутой молчания. В честь погибших прозвучали оружейные залпы. Собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Советско-японской войны 1945 года. К мемориалу десантников 355-го отдельного гвардейского батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, погибшим в Сейсинской десантной операции в августе 1945 года. И к памятнику Марии Цукановой. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Помните через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Далее, возле мемориала памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Советско-японской войны 1945 года, началась вахта памяти, нести которую было доверено отряду юнормеец школы номер 251 и воспитанникам военно-патриотической школы юнг Макаровец. Великой Отечественной войны Продолжение следует...